На этот раз вызов поступил из дома по адресу улица Супруна-1. Жители жаловались на сильные перепады напряжения в сети. Опасались поломки бытовой техники и замыканий проводки. Бригада прибыла к аварийному дому оперативно. Выяснилось, что перепады напряжения сразу в трёх домах. Первым делом необходимо было их обесточить, чтобы работать дальше. Отключил второй рубильник. Проверили отсутствие напряжения. Подъезжаю на первую опору. Далее на первой опоре необходимо было установить переносное заземление. В работу включился спецавтомобиль. Техника простая и безотказная. Но мастеру в корзине на стреле приходилось уворачиваться от необрезанных старых веток деревьев. Такие проблемы говорят почти в каждом дворе. Плюс к этому множество автомобилей, припаркованных иногда так, чтобы к месту аварии не подъехать. Наконец, заземление выполнено. И бригадир может немного рассказать о рабочих буднях. В сутки приходится уезжать очень часто. Потому что в ЖЭКовские дома, как правило, у них старые провода, которые идут на линию. Ну, часто отгорают. Плюс ветра, бьют деревья по проводам. А это короткое замыкание. Бывает, что отгорают провода. И бывает, что то же самое отгорает ввод в дом. Как выяснилось далее, аварийная ситуация оказалась сложнее, чем предполагали. Первая бригада была вынуждена вызвать на помощь еще одну. Из района улицы Силаева до улицы Супруна вторая машина аварийной службы доехала очень быстро. Обе бригады сразу приступили к работе. Потому что обеспокоенные жильцы уже спрашивали, что же опять с электричеством и когда будет свет. Севастопольские энергетики сейчас обслуживают 1300 километров кабельных и 1700 километров воздушных сетей, приходя на помощь в любое время дня и ночи. Елена Анисимова, Анатолий Паньков, 7 форум-бюро.